здравствуйте давайте я вам сегодня покажу как прочитать изо файлы вот они расширение iso у них еще бывают другие расширения это файлы образов для того чтобы их прочитать нам надо установить специальную программу таких программ я знаю несколько штук алкоголь так вот остальные не могу вспомнить но мы с вами воспользуемся программой diamond tools эту программу можно будет скачать по ссылке снизу видео вот у меня эта программа скачена у нас такая синяя молния в кружке то есть два раза жмем на ней и он нам говорит что сейчас будет установлена программа diamond tools light 445 и жмем да все и наблюдаем за процессом установки все он на мою поставил жмем окей после этого нам надо запустить эту программу заходим в меню пуск пуск и здесь находим вот наша программа diamond tools все запускаем ее она у нас запускается пишет что он обновляет виртуальные привода обновление виртуальных приводов то есть эта программа она эмулирует сиди привод виртуальный на вашем компьютере в которой мы с вами будем устанавливать наши издушные образа и они будут нас появляться в нашем компьютере как отдельные привода после того как добавление виртуальных приводов закончил нас открывается интерфейс программ в котором нам надо найти все наши образа и добавить их либо тот который нам нужен жмем вот эту кнопочку добавить образ либо правой клавиши на этом пустом месте добавить образ находим папку где у нас лежат образа я вот их уже нашел и можно добавлять по одному либо выделить сразу все образа и нажать кнопочку открыть после этого они у нас перемещается в нашу программу вот мы сверху два образа и теперь нам надо установить тот образ который нам требуется давайте установлю windows 7 то все беру выделяю правой клавиши на нем и нажимаю левой клавиши монтировать после этого у меня моем компьютере должен появиться образ windows 7 давайте заходим компьютер и видим что здесь у меня давайте флешку уберу с этим образом то есть вот у нас остался образ появился точнее образ вот он нашего diamond tools а у него дисковод под названием bd rom буковка е входим в нее и начинается автозапуск windows 7 чтобы поменять образ возвращаемся назад в нашу программу выделяем допустим windows xp и жмем монтировать он его меняет и в дисководе у нас вместо windows 7 появляется windows xp можно его установить даже все спасибо всем за внимание если видео казалось вам полезным ставьте лайк всем удачи пока